всем привет мы снова здесь с вами в вашем экране у нас сегодня продолжение доки-доки литературный клуб мы остановились на последних двух участницах или как сказать соклубовцев если так можно выразиться мы собственно должны показать им свои стихи и посмотреть может быть что-нибудь сдвинется с места наконец-таки вот и как я в какой-то как я говорил до этого мы будем оставим юрина сладко на сладенькое потому что так уж вышло что я попал в ее интересы поэтому пускай она будет там подальше предыдущая мне понравилось больше правда ну да я вижу что с этим стихотворением ты был немного смелее нам нет немного но ты пока еще недостаточно хорош мое стихотворение показалось плоским мне господи может и так но я просто хотел попробовать что-нибудь новое я еще толком во всем не разобрался я хочу сказать что мне всегда нравились стихи что не хватают звезд с неба ненавижу когда авторы пытаются звучать изощренно или добавить значимости использованием неприятных и сложных слов короче пиши простенько мило и по существу юри без ума от этой загадочной чуши но я подобную чепуху нас насквозь вижу заставляя читателя искать глубинный смысл ты просто маскируешь то что никакого смысла стих вообще не имеет думаю это лишь одна из точек зрения что же у каждого свое мнение но мое мнение лучшее уверена ты это уже понял в общем вот мое стихотворение может ты чему-нибудь научишься ну того высекомерного ляха муха нацуки эми любит пауков вот что я слышала об эми она любит пауков мельских гадких волосатых не стану с ней водиться из-за ее дружков у эми милый певчий голос мою любимую она песню поет каждый раз как хор я слышу моё сердце в ритм бьет она но она любит пауков не подружусь я с ней мой выбор таков однажды я ногу больно ушибла и мне помогла до лазарета дайте причем прикасаться к ней мне больно противно она была противно она грязная раз ей по нраву пауки так что дружить мне с ней будет стыдно у ими много друзей она всегда в центре внимания о пауках она заводит много речей а вдруг пауков полюбит ее компания никогда не быть нам подругами с ней я как-то понимаю о чем к чему все это ведется какая разница что у нее еще в душе увлечение какая разница что она не говорит о них какая разница что они все безобидны этому не может быть прощение отвратительным тварям нет оправданий никаких миров будет лучше без пауколюбов это очевидно и я собираюсь всем глаза раскрыть такой тонкий намек да эгоистично она неплохо да сегодня несколько длиннее чем вчера вчера было совсем короткое я просто разогревалась ты же не подумал что это лучшее на что я способна нет конечно нет как бы то ни было идея этого стихотворения довольно понятно сомневаюсь что имеет смысл ее разжевывать иногда ты можешь объяснить сложные вещи с помощью простых аналогий и это помогает людям осознать насколько глупо они себя порой ведут ведь каждому понятно что суть этого стиха идиотские предубеждения ты знаешь таких людей разумеется это стихотворение о том как все осуждают что я читаю это неважно она может быть о чем угодно оно я написала его чтобы было проще провести аналогию с у каждого есть странные хобби или тайны увлечения что-то что тебе хотелось бы скрыть от посторонних глаз чтобы люди не стали не стали над тобой насмехаться или думать о тебе хуже но ведь именно это и делает таких людей идиотами кому какое дело до того кому что нравится если это никому не вредит и не приносит человечеству и приносит человечеству радость думаю люди действительно должны научиться уважать друг друга за странные пристрастия все-таки ты тут абсолютно права по крайней мере я с тобой согласен уверен что и множество других людей тоэра как ни крути это то что у меня получается лучше всего мне не нравится писать если стих не несет соответствующего послания то есть передавать эмоции конечно важно но я хочу чтобы люди думали они только чувствовали не забывай я к завтрашнему дню напишу отличный стих поэтому жди с нетерпением какая ты прям я уж прям не знаю но поехали не будем медлить посмотрим что ты приготовил к сегодняшнему дню юрий с удивлением устоялась на стихотворение тебе нравится тим как ты столь быстро поднялся до такого уровня я ведь только вчера рассказал тебе по этических приемах которые стоит отточить может именно поэтому ты очень хорошо все объяснила я правда захотел попытаться написать более образно юрия заглотнула у нее кажется даже руки вспотели я не привыкла к такому не привыкла к чему я не знаю все в порядке я не тороплю юрий глубоко вздохнула и собралась с мыслями я уже понял что прежде чем что то сказать юрий обдумывает каждую свою фразу так что мне нужно просто проявить терпение я имела ввиду к тому что тебя настолько ценят наверное возможно это прозвучит очень глупо но когда я вижу что кто то настолько впечатлен моим творчеством что повторяет мой стиль это переполняет меня счастьем так сказать что ни с кем раньше не делилась своим творчеством юрий кивнул правда в это трудно поверить я действительно пишу только для себя и потом обычно люди просто смеются надо мной ты правда так считаешь юрия снова кивнула даже близкие друзья юрий ответил молчанием интересно почему ладно поделишься своим сегодняшним стихотворением да если с тобой то с удовольствием енот вовка это для тебя кх-кх-кх-кх кх-кх-кх знала что набив живот еще не раз ко мне придет енот пленящая на ножа красота луна полосатый зверек джей 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 я уже боялась что там где-то будет развязка что она в итоге енота зарубила короче бегал енот она с ним постоянно делилась и ей это нравилось в этот раз я была немного смелее чем вчера это заметно в этом стихотворении гораздо больше символизма не знаю может это я недалекий но даже представить не могу о чем она все в порядке оно немного ближе к стилю в котором я предпочитаю писать стихотворение это холст на котором можно выразить яркие образы и передать эмоции ну да если пытаешься понять его буквально то я даже не представляю что это все может значить я думаю это то к чему разные люди могут относиться по-разному мне хотелось выразить чувства которые я испытываю передаваясь своим не совсем обычным увлечениям обычно мне приходится держать это при себе поэтому иногда мне нравится о них писать мг забавно мм на разинацки не писала тоже о чем-то подобном о человеке вы смеяным за странные увлечения ээээ она такое писала? да она говорила что не важно что тебе нравится пока это не вредит другим ооо она права а то есть она действительно так считает? ого похоже у вас это общее это весьма интересно мне она оказалась человеком который только высмеял бы мое влечение полагаю моя способность разбираться в людях дала сбой а пожалуйста не говори ей о том что я сказала ха-ха не беспокойся мне это незачем хорошо ладно спасибо что рассказал мне об этом в конце концов не научись я уживаться со своими странностями то наверное возненавидела бы себя возможно я слишком много болтаю но я рада что ты хороший слушатель итак друзья все закончили с чтением стихов я хотела со всеми вами поговорить кое о чем не могли бы вы собраться передо мной это насчет фестиваля? ой ну вроде того нам и правда нужно в нем участвовать я сомневаюсь что всего за несколько дней мы сможем подготовить что-нибудь интересное вместо привлечения новых членов мы скорее всего просто опозоримся меня это также беспокоит приготовление в последнюю минуту не мой конек да не волнуйтесь вы так мы сделаем все по простому идет? нам понадобится только несколько небольших декораций Сайори рисовала плакаты а я сделала дизайн листовок которые мы будем раздавать во время фестиваля хорошо это все замечательно но я так и не поняла что именно мы организуем для фестиваля ой прости я была уверена что ты уже слышала мы организуем выступление выступление? в... Моника да мы будем выступать со своими стихами каждый из нас выберет стихотворение которое будет читать на фестивале но изюминка в том что мы не позволим прочесть стихотворение любому желающему Сайори как раз пишет информационные плакаты чтобы у всех было время подготовиться хе-хе-хе Сайори подняла плакат который раскрашивала в данный момент чтобы нам было видно Моника ты издеваешься? я надеюсь вы все вы ведь еще не начали их расклеивать аааа ну вообще то начали думаешь это плохая идея? ну не то что бы идея неплохая но я на это не подписывалась знаешь ли я ни за что не стану выступать перед кучей народа я... я согласна с Нацуки я бы никогда в жизни не смогла сделать такое представив себе это Юрия яростно замотала головой девчата оставь Сайори я понимаю их реакцию не забывай что кроме этих двух дней Юрия и Нацуки никогда ни с кем не делились своими стихами я прошу слишком многого ведь им придется читать свои стихи вслух перед большущей аудиторией я почему то упустила этот момент простите меня однако я все еще считаю что мы обязаны выложиться на полную на нас лежит ответственный за судьбу литературного клуба если мы возьмем инициативу и хорошо выступим то и других вдохновим на чтение стихов а чем больше людей будет выступать тем лучше у нас получится донести до них насколько захватывающей может быть литература да ведь она раскрывает наши чувства это словно заглянуть глубоко внутрь себя открыть новые горизонты и повеселиться да именно ведь как раз по этой причине мы и собрались в этом клубе разве не хотели бы вы поделиться этим с другими вдохновить их на поиск тех же чувств что привели сюда вас я знаю что да я знаю мы все хотели бы этого и если бы все что для этого требуется это простоять перед комнатной аудитории и что комнатной комнатной аудитории и пару минут и прочесть их я не сомневаюсь что у вас получится угу нацики юри молчали сайори выглядела взволнованной похоже мне не остается выбора я согласен я не думаю что ты спросишь слишком многого просишь как по мне сайори с моникой очень стараются привлечь в клуб новых членов небольшое выступление меньшее что мы можем для них сделать ну может и так но кажется у нацики не осталось аргументов хорошо ладно наверное мне просто надо пройти через это отлично фух спасибо нацики а ты юрий юрий удрученно обвела взглядом замерзшие ожидания лица ох полагаю у меня особого нет выбора а значит выступаем все юрий ты лучшая этот клуб когда нибудь точно станет моей могилой боже у тебя все отлично получится юрий итак перейдем к главному я хочу чтобы вы все выбрали по стихотворению мы будем тренироваться читать их друг перед другом ни за что моника это слишком внезапно если ты не можешь прочесть стих перед друзьями как ты собираешься читать его перед незнакомыми людьми о нет не волнуйся я буду первой чтобы вы почувствовали себя комфортнее можно я буду следующий ага ну конечно так посмотрим моника пролистал тетрадь до стиха которые приготовила для выступления затем она встала на капитал за капитал стихотворение называется как мы летаем хм моника начала читать на класс наполнился ее чистым уверенным голосом более того ее интонация безупречна она знает как точно передать эмоции каждого читаемого предложения в ее словах ощущается жизнь у нее уже большой опыт таких выступлений или это природный талант я поглядел вокруг себя все неотрывно смотрели на монику сайори выглядела зачарованной у юрия было напряженное вращение лица о которой я никак не мог понять наконец моника закончила чтение мы вчетвером зааплодировали моника перевела дыхание и улыбнулась ты так здорово выступила моника спасибо большое я просто очень хотела подать хороший пример ты готова продолжить сайори я я пойду следующий а юрия вдруг загорелась юрия зажала в руках листок бумаги и поднялась опустив голову она торопливым шагом подошла к за кафедру стихотворение называется юрия встревоженно на нас посмотрела ты сможешь а блин ты сможешь юри оно называется после образ багрового глаза голос юрия задрожал когда она начала читать а ведь буквально только что наотрез отказывалась это делать с чего вдруг решилась пересилить себя когда юрия прочла первую пару строк ее голос изменился это почти то же самое как когда юрия поглощает книги поглощают дрожащие слова превратились в оточенные слоги энергичной и смелой девушки ее стих изобиловала внезапными сменами ритмы и рифмы которую она великолепно подчеркивала и донацией мы наблюдали проблеск бушующего пламени что сидит скрытый от всех в голове юри внезапно стихотворение закончилось мы все остолбенили юрия вернулась в реальность она в недоумение огляделась вокруг словно очнулась от наваждения я пришел мой черед спасать ситуацию я первым захлопал в ладоши все тут же поддержали меня и выразили юрии ее справедливо заслуженное признание дело вовсе не в том что мы хотели хлопать мы не хотели просто она так застала нас врасплох что мы совсем забыли об этом пока мы хлопали юрий прижал листок со стихом в груди и поспешно вернулась на свое место юрий это было великолепно спасибо что поделилась с нами и так юри тоже отстрелялась и думаю я следующая саюри спрыгнула со стула и бодро зашагала к кафедре стих называется мой лук ах ха ха простите смешинка в рот попала хе хе саюри Это намного сложнее, чем я представляла. Как вы так просто справились, девочки? Хм, попытайся не думать о том, что ты читаешь кому-то. Представь, что читаешь сама себе, перед зеркалом или про себя. Это же твое личное стихотворение, так получится лучше всего. Я поняла. Ладно. Саэри начала читать. Почему-то возникло чувство, будто мягкий голос Саэри специально был для этого создан. Стихотворение не отличается чрезмерной жизнерадостностью, так свойственной самой Саэри. Оно умиротворенное и немного грустное. Если бы я сам прочитал его, оно бы вряд ли меня впечатлило. Но когда я слышу голос Саэри, то открывает ли себя совершенно новый его смысл? Может быть, это имела в виду Саэри, когда говорила, что ей нравятся мои стихи. Я будто заглядываю глубже внутрь человека, которого, как думал, знал вдоль и поперек. Саэри закончила, и мы все зааплодировали. Я сделала это! Хорошая работа! Хе-хе, даже Тим меня похвалил. Наверное, это хороший знак. Что это вообще значит? Вышло очень красиво, Саэри. Атмосфера стихотворения тебе как раз подходит. Но может статься... Статься? Что-то для других, господи! Я не совсем понимаю. Другими словами, я видела некоторые твои стихи, где такой мягкий подход не сработает так же хорошо. Возможно, им понадобится больший напор. Это зависит от того, что ты читаешь. О, я понимаю, что ты хочешь сказать. Я практиковала такие вещи. Я просто слегка стесняюсь перед всеми. Хе-хей. Тогда в следующий раз я попрошу тебя выбрать стих, который бросит тебе более... Бросит тебе более серьезный вызов. Не забывай, до фестиваля у нас осталось совсем немного времени. Хорошо. Так, кто следующий? Осталось только Нацуки и ты. Нацуки. Нацуки? Хм. Не заставляйте меня выступать раньше, чем выступит Тим. С вами мне все равно не сравниться. Сперва пусть лучше Тим снизит заданную вами планку прежде, чем пойду я. Нацуки. Да, все нормально. Мне нужно просто пройти через это. Правда, у меня не то, чтобы больше... Большое собрание стихов. Так что я зачитаю то, что приготовил на сегодня. Я поднялся и подошел за кафедру. Все впились в меня взглядами, отчего мне стало ужасно неловко. Я зачитал свое стихотворение. Поскольку уверенности в собственном стиле у меня не было, мне трудно было соблюдать правильную интонацию. Несмотря на это, закончив, я получил свою порцию аплодисментов. Извините, до вас еще далеко. Пусть это тебя так сильно не тревожит. На мой взгляд, дело скорее не в твоих способностях, а в отсутствии уверенности в стиле. Но со временем это пройдет. Да, может и так. Вот и славно. Осталась только ты, Нацки. Да-да. У меня уже глаза, короче, я прям смотрю, встают. Когда много читаешь, как будто они, как это сказать, кто-то не моргаешь долго. Ты смотришь, не моргай, и глаза начинают слезиться от этой фигни. Есть такой момент. Вот. Ай, кажется, какая прям интересная. Я аж прям зреваю всюду. В смысле, реально? Это сарказм, да? Давай-давай. Уже иду. Давай-давай. Нацки, нехотя встала со стулы и проследовала за капитром. Стихотворение называется... Называется... Что-то вы на меня... Что вы на меня все так уставились? Ты ведь выступаешь. Хм. В общем, стихотворение называется Прыг-скок. Нацки сделал глубокий вдох. Как только она начала читать, ее недовольный образ немного смягчился. Она читала без особого энтузиазма. Но на самом деле в стихотворении чувствовались и ритм, и рифма, и ритм. Это фирменный стиль письма Нацки. И он как... На удивление. И он на удивление хорошо работает, когда стих читают слух. Слова будто скачут вверх-вниз, придавая стихотворению жизнь. Нацки закончила, и мы все захлопали в ладоши. Она угрюмо плюхнулась на свой стол. Было не так страшно, правда же? Тебе легко говорить. Лучше не заставляй меня проходить через это снова. Ха-ха. Но теперь-то ты чувствуешь себя более уверенно, чтобы зачитать стихотворение перед большей аудиторией. Я хочу сказать, что как раз перед незнакомыми людьми это будет куда проще. Перед другими людьми я могу носить любую маску. Но если речь идет о моих друзьях, мне становится неловко. Как неожиданно, на суки. А вот со мной все как раз наоборот. Что ж, я говорю так, как есть. Так что... Ну, в таком случае... Насчет фестиваля тебе можно не беспокоиться. Тебе. Подводя итог, я хочу поблагодарить всех за наше сегодняшнее достижение. Это может быть непросто, но я надеюсь, что теперь вы все понимаете, каково выступать перед публикой. Обязательно выберите стихотворение для фестиваля и поработайте над чтением. Хорошо? Я займусь буклетами, так что сообщите мне заранее, с чем будете выступать. Ёлки. Надо бы не найти другой стих для такого мероприятия. Всё нормально. Тебе не обязательно брать стих собственного сочинения. Я уже приятно удивлена, что ты вкладываешь столько сил в наш клуб. О, как? Я по-настоящему счастлива. А, да, никаких проблем. Ладно, ребята. Думаю, на сегодня мы можем закругляться. Я знаю, что фестиваль вот-вот наступит, но давайте постараемся и на завтра тоже напишем стихи. Пока всё получается так здорово, что хотелось бы продолжить. А что до мероприятия, завтра мы его спланируем и у нас будут выходные, чтобы подготовиться. Понедельник будет грандиозным днём. Жду не дождусь. Я смогу, я смогу. Ладно. Я встал. И никогда не смогу проявить столько же энтузиазма, сколько есть у Сайори и с Моникой. Но я хотя бы постараюсь выступить достойно. Если это ради клуба, ради того, чтобы впечатлить Монику, тогда я приложу все силы. Ты готова идти, Сайори? Ага. Посмотри-ка на этих двоих, всегда домой ходят вместе. Это так мило, ты не находишь? Хе-хе. Блин, девчонки. Только не раздувайте из этого целое событие. Но всё равно это, наверное, приятно. Ну... Эээ... И как мне на это ответить? Всё в порядке, Тим. Тебе не нужно ничего отвечать. Ладно, пойдём уже. Я снова иду домой с Сайори. Хоть прошло всего несколько дней, много всего изменилось в моей жизни. Однако сегодня по дороге домой Сайори ведёт себя гораздо тише, чем обычно. Слушай, Сайори. Извини, я задумалась. А, неудивительно. Я тут думала кое о чём. Мне нравится, когда мы... То есть... Сайори попыталась подобрать слова. В общем, представь, что однажды Юрий попросит тебя пойти с ней домой вместе. А? Что ты ей ответишь? Что это за вопрос такой? Ты меня сейчас поставил в тупик. Хе-хе. Вот это поворот. Давай Сайори выберем. Как бы я не преследую. Цель вообще с кем-то заводить. Мне вот... У меня цель вообще такая. Я думаю, попробуйте сделать какой-то нейтралитет. И посмотреть, что это выйдет. Так, Сайори. Ты правда считаешь, что я променял бы тебя на Юри? Э? Но... Она такая умная и красивая. Блин. Я и так её в клубе вижу каждый день. К тому же я знаю, как ты любишь ходить домой вместе. Я бы никогда не лишил тебя этого удовольствия. Ты такой глупый. Иногда ты слишком много обо мне печёшься. Юри определённо этого заслуживает. Так что если она захочет... Сайори, я уже сделал свой выбор. Правда, иногда я совершенно не поймаю, что у тебя на уме. Прости. И вообще, что тут говорить о том, что никогда не произойдёт? Хм. Разговор себя исчерпал. Странно видеть, что Сайори это так сильно беспокоит. Я просто хочу уважать её интересы и делать всё, чтобы она была счастлива. Опять же, до фестиваля ещё несколько дней. Кто знает, что произойдёт за это время. Ну чё, заканчиваем всё это стихом. Угу. Кто знает, что произойдёт за это время. Итак, давайте-ка попробуем теперь на нацики повлиять. Потому что, я так понимаю, мы сейчас немножко вдвинулись... По последним диалогу мы сдвинулись в сторону Сайори. Вот. И, вроде как, выбирать сейчас Юри будет тоже неверно. Какой-то перепрыг между ними. Можно выбрать нацики и будет как бы такое. Только вспомнить. Это если у тебя получится ещё. Да. А что она у нас там любит? Так, я вот что-то... Она любит прямые слова. Угу. Всякие такие... Облака? Так, прикольные. Да. Леденец, может быть? Угу. Ааа... Капли. Прыгать, мне кажется. Прыгать может. Где-то? Прыгать. Иша прыгает. Угу. Помада, праздник. Да, это больше к... Так. Сыкающие желания. Сломанный. Так. Не могу ждать. Потрясающая неустойчивая песочница. Блиндинка. Блиндинка? Очаровывать. Да что ж такое? Надежда, кладбище кавайный. Классики, щеки. Щеки милые. Путешествие, существование, удивительный. Носки. Носки. Да. Она же прямой линейной. Сердце, парфе, уют. Ну ладно. Водопад, интеллектуальная романтика. Без ответа не постоянная кровать, дезинзатория. Мелодия. Глупый. Чудесный. Да что ж такое? Розовый. Солнечный. Клубника. Вместе. Печаль. Клубника. Думаешь? Да. Окей. Океан, одеяло. Одеяло. Пижама. Пижама. Жмяк там еще полосу. Пушистый. Еее. Мощно. Ой, ну надо же. А на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Я опять ударил микрофон. Ну, так бывает, что по-своему поделаешь. Это норма. Да. Мы, собственно, с вами прощаемся. Не забывайте комментировать. Не забывайте ставить лайки и про колокольчик. Тоже не забывайте, чтобы ничего не пропускать. При новогодние дни сейчас уже прям вообще, да? Наверное. Когда будут выходить эти серии? Я думаю, что под Новый год уже. Под Новый год уже, да, там рядом. С наступающим Новым годом. Да, всем, короче, с наступающим Новым годом. Но поздравления будет вообще отдельная тема. Потом к этому пойдем. Всем, в общем, счастливо и хороших вам дней при вождении там и любого. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok